Третий Мэтью Уокер Бэнд имеет структуру третьего Мэтью Уокер Кноба. На одна из верёвок в нём реверсирована, и потому коренные концы у него расположены по разные стороны узла. Ходовые, соответственно, тоже смотрят в разные стороны. И структурно третий Мэтью Уокер Бэнд состоит из двух ввязанных друг в друга питоновых узлов. Вот смотрите, вот имеем питонов узел. Для запоминания я трактую эту структуру как женский бюст. Вот это руки, а это груди. Это ложбинка между грудей. Чтобы завязать Мэтью Уокер Бэнд, третий Мэтью Уокер Бэнд, нужно провести вторую верёвку следующим образом. Так, чтобы внутри узла вторая верёвка проходила перпендикулярно вот этой структуре, которая называется внутренним полуузлом или двухточечным замкнутым контуром питонового узла. Коренной конец проходит параллельно ходовому, а ходовой параллельно коренному, а внутри перпендикулярно вот этому контуру. Дальше схема вязки выглядит так. Нужно провести подмышкой через плечо, вложбинку между грудями, снова подмышкой через плечо. Здесь вяжется полуузел. Так, и затаскивается внутрь первого питонового узла, так, чтобы ходовой конец вышел со стороны коренного. И затягивается с соблюдением чередования шлагов. Вот это третий Мэтиокер бэнд. Ну, осталось подрегулировать длину ходового конца. Всё, и третий Мэтиокер бэнд готов. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...